Староскольский завод автотракторного электрооборудования, заседание Совета по инновационно-технологическому развитию Белгородской области специально было решено проводить именно здесь. Это одно из первых предприятий на Белгородщине, где было внедрено бережливое производство. За 12 лет достигли ощутимых результатов. Экономический эффект более 160 миллионов. Как этого удалось достичь, сотрудники АТ показывают наглядно. Закратили линии производства, убрали привычные, но ненужные действия во время изготовления деталей. И это лишь часть огромной работы. Каждое лишнее движение за рабочим столом, казалось бы, секунды. Но если их умножить на дни, а потом и месяцы, то в итоге получаются десятки сэкономленных часов. Изначально бережливому производству здесь была обучена лишь часть сотрудников завода. Сегодня же в процесс вовлечены все. На сегодняшний момент практически 95% из сотрудников, которые прошли обучение, занимают руководящие должности подразделения. Это минимум замначальника подразделения или начальники цехового отдела. Они продолжают обучение на рабочих местах в своих коллективах. Создаются команды. Предприятие «Томмолоко» по сравнению с АТ «Новичок». Пилотный проект у них на производстве реализуется всего три месяца. Но результаты уже впечатляют. Какой экономический эффект получили? Снижение себестоимости одного литра молока пастеризованного, фасованного в упаковку «Полипак» на 10 копеек. При существующих объемах производства молока данного вида – это 1 миллион 860 тысяч рублей в год. Сэкономленные средства нужно направлять не только на дальнейшее улучшение работы производства, но и на поощрение сотрудников, внедривших новые подходы, подчеркнул глава региона. Люди должны поощряться, поощряться везде. Те, кто и участвует, особенно по собственной инициативе, и те, кто участвует просто по инициативе каких-то других людей, но добиваются успеха. Бережливое производство сегодня внедряется не только на предприятиях, но и в муниципалитетах, где на местах прошло кортирование, когда весь процесс работы разбирается поэтапно и посекундно, до мельчайших подробностей. Внедрены доски задач, которые наглядно показывают объем работы. Самым простым и полезным инструментом Бережливое управление, органы местного самоуправления по опросам сегодня назвали инструмент организации рабочего пространства 5С. Понятно, до 5С на уровне САТ еще не дошли, но 4С уже кто-то приближается к 4С. В рамках внедрения данного инструмента были решены наболевшие вопросы хранения архивных документов, систематизация размещения канцелярских принадлежностей. То, что, допустим, локально достигнуто в каком-то муниципальном образовании, оно становится мгновенно практикой всех, или же оно локальными и остается? Генн Степанович, сейчас формируется банк данных, и этим банком данных могут воспользоваться все муниципальные образования. То есть лучшие практики мы отрабатываем, вот они заканчивают первую волну Бережливых проектов, завершаются. На этом основании сегодня мы формируем уже банк данных. На сегодняшний день Белгородская область в лидерах по внедрению Бережливого производства. Об этом говорит не только количество уже реализованных проектов, но и предприятий, начинающих осваивать новый подход в работе. Если говорить про Белгородскую область, вот ваши 3 с лишним тысячи проектов, это на самом деле примерно 10 тысяч людей, которые распечатали свои возможности, которые овладели новыми инструментами и которые горят жаждой улучшения. То есть это тот капитал, который точно нужно использовать на благо развития отрасли. Хотя работы еще много, уверяют специалисты, до конца 2024 года в области планируется вовлечь в Бережливое производство без малого еще две сотни новых предприятий. Екатерина Равинских, Евгений Игнатов. Такой день на мире Белогорья. Равинских, Евгений Игнатов. Равинских, Евгений Игнатов. Продолжение следует...